О войне в Донбассе уже сейчас много написано. И еще обязательно напишут, я ничего не буду писать о военных действиях, о нацгвардии, о полченцах, о том, кто прав, а кто виноват. Это просто наблюдение человека, живущего в условиях военных действий. Граждане целевизованного государства убивают друг друга. Я заметила, что дни стали считаться по-другому. Продержался с ночи до ночи, выжил. На войне страшно всем. Неважно, голосовал ли ты на референдуме 11 мая или нет. Но невозможно сказать, что было самое страшное. Страшно, когда ничком падаешь в коридоре квартиры и закрываешь голову дрожащими руками. А под тобой дрожит земля. Люди стали возвращаться в Луганск. Заработали школы, детские садики, вузы. Приехавшие удивляются, что в городе, на первый взгляд, все нормально. Они приехали тогда, когда город стал устанавливаться. Не увидели зияющих пустотой выбитых окон. Для себя я определил. Это мой город. Я прекращаю писать свои заметки. А сегодня каждый день гибнут люди. Очереди за водой, за гуманитаркой, во дворе, в своей квартире. Мы уже не ужасаемся. Мы привыкли к смерти рядом с нами. И это самое ужасное. И это все быстро закончится. Но, к сожалению, пытаясь осмыслить сегодня события этого лета, вычленить причины и предпосылки, постигшие нас катастрофы, сложить из мозаики отдельных событий свою собственную историю, наталкиваясь на невозможность воспроизвести хоть сколько-нибудь целостную картину случившегося. Несколько слов о героизме. Это слово, мне кажется, имеет несколько уровней восприятия. Общепринятый. Герой тот, кто совершил выходящий из ряда вон смелый поступок. Вытащил ребенка из огня или бросился на амбразуру. Такие герои, конечно, есть и на нашей войне. Но я хочу написать о другом понимании героизма. Не парадном, а обыденном. Сегодня героев в этом понимании в Луганске очень много. Свечи экономят. Ничего не зажигают. Пишут на ощупь. Пасмурно. Плохо видно. Быстро темно. И вдруг грады, мины, дом трясся так, что в подъезде пыль стоит, все ходит ходуном. Пропосыпались стекла. У кого вчера еще не успели выпасть. И опять полетели мины. Отвратительный свист. В этот момент каждый раз вся жизнь проносится за них. И ждешь разрыва. Опять тихо. Сплю уже неделю в коридоре. Одетая. Сумка на готове. Документы, деньги, лекарства. Ночь была страшная. Год назад появилась книга. В ней собраны воспоминания людей. Тех, кто остался в Луганске тогда, в 2014. Реальные события, реальные чувства и судьбы людей, переживших общую беду. Это хроника нашей жизни. Студенты ЛВД прочитали отрывки записей сепаратистов, которые на время перенесли их в тот роковой 2014 год. Они поделились своими впечатлениями, воспоминаниями о тех событиях. История Луганской Народной Республики не выдумана. Она основана на записях очевидцев. Они несут правду следующим поколениям. Много, очень много собрано доказательств о преступлениях правительства Украины, армии, националистических батальонов этого государства. И мы, жители Донбасса, не позволим кому-то переписывать нашу историю.